У кого-то сегодня день рождения! Ура! У кого? Не знаю. У тебя, конечно. Что ты не знаешь? У меня, да. Ура! Вот. И я сегодня не зря надела вот эту кофту, потому что у Арианы Гранда было всего лишь 4 дня назад день рождения. Она 3? 3 дня назад? 26 июня. Сегодня 29 июня. Поэтому спасибо большое всем-всем за поздравления. Обязательно пишите комментарии. Самое лучшее поздравление я буду читать, лайкать, сегодня мой день, и поэтому мне так приятно, что вы есть у меня. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что, скорее всего, скоро будет, может быть, даже новый сезон X-Life. Если мы собираем 4 миллиона подписчиков, будет новый сезон X-Life. Вот. Yeah, I'm a rockstar, I'm a rockstar, I'm a rockstar, I'm a rockstar, we're never alive. Binet San. Настя Миани. I'm crazy, but baby, this is X-Life. Ева Миля. Fire Даша Духонина Андрей Рей Мария Сен В семейном реалити-шоу Иксолай Ну что, мы идем в боулинг? Субтитры делал DimaTorzok Нееет! Нееет! Я был почти лучше Нет, 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 нет! Он упал? Нет? Даша, бей! Она качнулась О боже, ладно Андрей, сейчас я точно страйк поставлю Специально тебе назло Хорошо В общем, мы играли в боулинг Обсуждали позже с Бенет и Йодис Офигенно, честно И потом к нам подсаживается Андрей Хорошо, что? О, картошечка? Я как раз в боулинге Да, скетчпом Ладно Не поройте я с вами потусусь, пока я тебя жду Что, в наушниках? Да, я в наушниках У тебя музыка игра? Нет Я просто люблю чисто так таскать Ну что, Андрюха, это наш первый фан Можно стукнуть с сопачками на это? Фрик В общем Мы играли в боулинг Тусили, я как обычно выигрывал Герриса И я увидел, что Фаэс и Бенет сидят в одиночестве И я решил подойти и кое-что о них узнать Короче, Андрей, рассказывай, что у тебя там со Светой? Да мы надоели меня все спрашивают одни и темные вопросы Ну, сейчас все нормально На самом деле Ты с такими паузами говоришь, как-то все ненормально Нет, я просто обдумываю На самом деле я посмотрел материалы в офисе Как я себя вел в той встрече с этой, ну, кино С Дашей? Нет, с пощечами А Вот И да Ну, если честно, я появился там как ребенок Ну, реально было такое Ну, я просто, не знаю У меня в тот момент, ну, как-то было немного Кстати, реакция на эту серию саписок, не знаю Но я как обычно сказал Вроде ты прикалываешься Ну, я переборщил с приколами Я просто так часто снимаю, что, знаешь Реальность и это Забыл разделять Да, я забыл разделять Я понимаю, о чем ты Но сейчас я как бы об этом подумал Мы с Светой поговорили Мы сейчас все выяснили Сейчас все хорошо То есть я думаю, что, ну, все хорошо Она сейчас в Питере, правда Ну, там по работе Надеюсь, это никак не связано Что она уехала После этого Ну, нет Я по сторисам вижу, что она прям Ну, да, ну, нет Мы общаемся каждый день Звоним Ну, это хорошо Хорошо, что Отношения Вот Ну, вот и к завершению, конечно, проводили О, спасибо за лимонад, шефа Спасибо Это мне? Нет Это нам Держите Ель, если что, можете лежать Я покажу здесь, что стоит Я без твоего разрешения Тебя и так не жду Я из окнини уже сделаю его поранья Кстати, я что хотел спросить Как Маша заценила цветы? Ну, конечно, про цветы Ну, которые я Свети подарил Потом Вот она большая А, после пощечины Пощечины? Ну, да, да После пощечины я подарил все эти цветы Ну, я именно про это говорил Ааа Не, ну, в смысле У меня вопрос, при чем тут Маша? Что вы шепчете? Я здесь как бы сижу Да, я про коктейль Вкусный Ааа А почему я не должен о том знать? Ты можешь попробовать Спасибо Все непросто Если что, я честно, я честно про эти цветы Сто процентов Окей Вы мне не верите, я же вижу Не, не, все хорошо Слушай, ну, как-то подозрительно было то, что он так ответил Да, вообще, как бы Не, мне кажется, он просто знает человека, кто подарил А потом он уже отмазался больше Ну, да У него не получилось У него прям вообще не получилось Нет, ты что, сколько там накидал? Все, я иду Ладно, девчоночки, удачи вам Давай Если что, я реально про цветы, которые я свете подарил Можете у кого хотите спросить Нет, я честно Ладно, все хорошо, пока Бей, твой, твой, твой удар Не пропускай Да, давай, бей Встрай И тут был один момент Ха-ха-ха Я Ха-ха-ха Я, как обычно Ну, немножко спалился, скажем так Я кое-что спросил Я вообще не должен был этого говорить Я не знал об этом Ну, в общем, смотрите сами Странно, что цветы от незнакомца И Андрей об этом знает Но, мне кажется, он про эти цветы говорил А потом как-то он слишком загасился Потому что просто, типа, только мы были Ну, девочками Ну, долго ждать Быть может, он знает, кто дарил цветы? Походу Он же сам не мог подарить После... Вряд ли Печально Печально Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле я лучше всех играю в голову Я видела Угу Мне кажется, что врешь А как думаешь, что лучше? Ну.. КАК ДУМАЕШС! Как ДУ МАЕШС, кто лучше? Кто? Дим Нет Figure Маша soul Я решила собрать девочек, чтобы обсудить более откровенный разговор между Файей и Машей, так как Файя хотела поговорить с Машей. О чем? О чем, о чем? О твоем будущем, Фай. Давайте, давайте поговорим. Блин, ну тебе вот эти волосы, конечно, про вообще идут. Да. Ты знаешь, как-то так, ты такая спокойная, знаешь, немного, и волосы светлые, да, да. Фак, я вечно почему-то вот так вот сижу, проблема. Я на самом деле тоже, надо заниматься, потому чтобы я сам подержалась. Я, если честно, очень рада, что я эти волосы сделала, мне кажется, это однозначно. У тебя же были светлые волосы. Да, давно, три года назад еще, в 2015-м год. Ну, тогда они были желтоватым оттенком, но мне они не нравились, и поэтому я такая думаю, ну, наверное, мне не идет такой цвет. О, благодарю. Ммм, пицца. А вы какую заказали? Ты не любишь такую? Да не, мне нравятся. К пепперони привыкла, просто чтобы, главное, там майонеза ничего такого не было. Я никогда не умела носить подносы, и странно, что я ничего не уронила. Я угадала с колой? Да. Да. Незабудка. Мне кажется, что салфеток надо. Салфетка, конечно. Я уже влюбилась просто. Ну, спасибо. Хорошо, мы в бойнинг сходили. В бойнинг? Да. Мне просто нужно почаще какие-то такие волоски, мне кажется, было. Да, мы очень мало проводим сейчас в последнее время, в последнее время проводим, время мало. Да, да, да. Нет автология, ребят. А что там? Да ничего. Что там вообще со цветами твоими? Что с цветами стоят? Ааа. Что там со цветами? А что такое? А почему это спрашиваешь? Это вы мне подарите специально. Да, да, да. Мне кажется, будут такие комментарии, да она сама себе их подарила. Это было бы смертно. А я сама себе подарила. Ну, ради фотографий. Честно? Серьезно? Да. Только я не с букетом фоткалась, а просто поотрывала и подолепляла на себя. Что-то я помню такое. А тебе вообще, ну, ты думала, кто это может быть? А у тебя есть догадки? Ты так спрашиваешь? Мне кажется, Слава. Я так думаю. Или я. Или Настя, да. Да. Вообще без вариантов. Есть еще один вариант, но это невозможно. Ну, типа. Почему невозможно? Ну, потому что это было странно. Я сейчас улыбаюсь, потому что это то. Что ты улыбаешься? Она так улыбается, она что-то знает. У меня есть просто такой вариант. Мы, короче, когда сидели в боулинге, Андрей тупо подсаживается к нам с Бинетт и такой говорит, ну что, как цветы Маши понравились? Андрей? Нет. Боже. Нет. Андрей, куда? Нет, нет. Знаешь, тебе плохо со света, и он такой, типа, не, 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 не. Нет, чтобы мысли их не было. Ну, а какие мысли? Андрей. Подожди, подожди. Ну. Ну, мне так кажется, что, может быть, это тем. Что ты улыбаешься? Тебе так случайно не казалось? Это тот третий вариант? Да. Это тот третий вариант, который, ну а как и зачем он мне, как он мне может, да? Да он что-то в последнее время там то манго, то танцы, то ещё что-то, короче. Нет. Ну, как бы мы ничего не говорим. Просто Фая сказала, я сразу так подумала, типа, логично складывается. Да. Плюс вы ещё, когда вот мы только пришли в четвертом сезоне, вот это, обратно в школу, обратно в школу, и там вот такой интересный момент. Да нет, ну просто нет. Я с ним хорошо дружу, он хороший мать. Обычно это как начинается с Сергеевой, знаешь, он хороший мать. Вот, ну мы с ним общаемся, и плюс это вообще твой бывший парень, ну как бы, блин, Блин, я знаешь, ну я такую вещь скажу, конечно, может быть, он тебе тоже нравится. Ну так, все дела? Не, ну всем нравился всегда, ну как бы, все девочки, ну как бы, к нему хорошо относились, всем он нравился как парень. То есть так, мне кажется, ты его переоцениваешь. Да ладно. Нет, ну ты говоришь, что мы там встречались и так далее, но тут же не были как будто бы, ну типа, знаешь, может быть, в первое время это были, типа, реальные отношения. Вроде бы. С учетом того, что у меня до этого отношений не было, я не понимала, что происходит. А потом, когда мы начали это выставлять на показ, ну и вообще в целом вот люди писали, что это все ради хайпа. И такое чувство было, что реально ради хайпа. Ну то есть, знаешь, мы сначала просто делились своей жизнью, а потом как будто бы прислушивались за другим людям, и там писали, ой, а мы хотим это, мы хотим то. И мы даже вот толком с друг с другом даже нормально не общались. Мы то есть встречались даже, и я помню, вот такие какие-то слова были. А давай вместе видео с ним, давай можно фотографию. Мне кажется, это просто все из-за дома еще, знаешь, из-за того, что не с кем было общаться, как-то из-за этой тесности. Единственный мальчик. Единственный мальчик. Я замечала, что вы даже не виделись, ну как бы вы вообще были наедине какой-то раз? Что? Да нет. Кроме клипа? Нет. Который я продюсировала. Ну, режиссировала то все. Но это, да, это моя идея была, и я хотела перевоплотить. Мне просто Фай очень нравится, и Тим очень нравился. И я думала, почему вы взяли такой клип с такими замечательными людьми? Понимаешь, у меня это был тогда парень. Я как бы, может быть, я бы хотела быть тогда на твоем месте, но... Опа! То это же другой разговор, как бы. Но я как бы даже, у меня не было мысли, потому что как бы я была занята. Ну, типа, я серьезно не думала ни о чем таком. А сейчас? А сейчас? Ну, сейчас время прошло. Да я не знаю, ну просто как-то это странно. Блин, ты знаешь, типа Гера с Евой, типа, знаешь, люди подумают, что это специально. А это вообще не так, что люди подумают. Да, я понимаю. Ты чувствуешь себя и все, мне кажется. Просто я не хочу, чтобы вы, не знаю, считали, что это не по-настоящему то, что у меня есть чувства. Ну, не знаю, есть ли у него чувства. Не, ну, если это он не поделится, то уверена, что это он поделится? Ну, вообще, в принципе, и Андреса. Ну, или Андрей. Ну, только Тим, ну, только кто мог сказать Андрея, по сути дела? Ну, я тоже так думаю. И Тим, по сути, знал мой адрес. Да. Да. Потому что он помогал нам переезжать. Best friend! Ну, вообще, складывается такая. Мне даже, мне больше никто не знал адрес, кроме вас, даже кроме тебя, и Тима. Да, три человека тут узнала. Почему я раньше не додумалась? Не, ну, в принципе, знаешь, там можно было узнать твой адрес. Ему, да, да. Ави, например. Ну, ты могла ему сказать. Не, ну, если бы спросили. Я не знаю, я просто вот думаю, что... Что? Ну, блин, я не знаю. Это ты что-то подумаешь не то. Я тут сижу и говорю, давайте. Я бы шиперила. Я первым был человеком, который там написал, типа, о, как вы мило смотритесь. Когда ты тогда с Герой была, и это было немного странно. Когда? А, да. Когда мы обратно в школу, да? Да. Вы так хорошо, да. Вы так мило смотритесь. О, когда мы в доме были, приехали ребята. Я такая, так классно, так классно, когда я ещё там ходила, когда мы тоже съёмки были. И такая, вы дурёха. Я, ну, на самом деле, блин, просто почему мы едим пиццу? А, да. Я прошу прощения? Да, конечно. Я хочу. Покажите. Сейчас, попозже. А, да, я не пиццу. Да, блин, поэтому я и не пиццу. Это на твои конверсы? Фая спачкала мне конверсы. Но они уже всё, они уже постираны, это давно было. Когда мы тебе спачкали? Когда мы ели пиццу. Ты забыла уже, да? Да. Ой, запачкалась чуть-чуть. А ты не хочешь с ним поговорить? А давай поговорим. Опа, смодница. Ну, блин, ну, если Фая не против, если мы сейчас всё это обсудили, почему бы... И если он действительно это сделал, мне интересно, например, что будет дальше. Маша задумалась. Ну, смотрю на её довольный. Ладно, не довольная. Не, ну, по сути, Тим очень, ну, так, взрослый себя ведёт, он такой вот прям заботливый. Ага. Ищем плюсы. Давай. Что? Ну, давай плюс ещё. Заботливый. Хороший. Заботливый. Хороший. На самом деле, у меня была одна в жизни такая, такой момент, когда мы ехали с ним в машине и просто разговаривали о том, кто его воспитывал, и так далее. И я ему сказала, что меня воспитывала бабушка. Его тоже, ну, воспитывала бабушка. Ну, я так поняла, что и мама у него такая... Ну, короче, у нас как будто в семье похожи ценности, что ли? Я не знаю, как объяснить. То, что у него... Воспитание. То, что воспитание одинаковое. То, что он думает, и я так же думаю, понимаешь, о чём я? Ну, совпадает. И я помню, у меня это и... Ну, типа, просто когда он, блин, повезёт девушке идти, а потом жене. Ну, просто мои мысли были такие. Ну, мысли это уже... Это да. Мысли материальные, там, говорят ли, что. Не, ну, на самом деле, если у тебя действительно есть... Не то, чтобы такие мысли, если у тебя вновь появились чувства спустя то, через что ты прошла, мне кажется... Хотя бы просто стоит присмотреться к человеку. Он действительно очень хороший, он действительно тебе желает только добра, сколько он тебе помогал. Ну, я, например, хочу, чтобы моя подруга была счастлива. Почему бы тебя не поговорить и не попробовать? Мне кажется, это всё равно у неё будет. То же самое. Ну, честно. Вот лично я так хочу. Так. Но я вижу, что тебе он нравится. И ты от меня это не скроешь. И ему ты тоже нравишься. Почему бы, блин, эту тупую ситуацию не справить и просто поговорить? А то вы просто тянете время. Ну да. Можете больше быть по времени, чем сейчас будет тянуть ещё. Ну и что? Так. Но как это сделать? Маша же не подойдёт? И такая, давай поговорим. Давай я это настрою. Давай. Мы послезавтра... Я хотела, чтобы мы к бассейну пошли. Но ты уезжаешь, да, вроде? Тогда... Так, продолжай. Не, ну может там, я не знаю. Ну там увижу, может не знаю. Может там будет возможность. Ну, как в любом случае, я попробую поотстроить момент. Не, наоборот, я не знаю, я стесняюсь. А чего ты стесняешься? Ну типа не стесняюсь? Ну то, что... Ну это же мило наоборот, блин. Он мне друг. Знаешь, от друга до парня один шаг. Тим всегда говорит, нету... Знаете, что всегда смущает? Он всегда говорит, между девушкой и парнем нету дружбы. Между девушкой и парнем нету дружбы. А со мной дружит. Может быть он не дружит. Может быть это да. Может он такой, мы с ним отношения уходим. Безответная любовь. Да. А ты тут просто тупишь. А могла бы быть ответ. Я не то, что туплю. Я скорее всего очень привязана к своим подписчикам, к людям. Может что будет хейт. Я там видела, когда вот клип, например, этот вышел. Ну наш. Давно там хейтили, говорили про возраст, еще что-то. Знаешь, тут всякая херня, которая меня раздражает. Но я считаю, что каждый имеет право на счастье. И если это твои подписчики, то они тебя любят и поймут все, что произойдет дальше. Ну главное, мне кажется, чтобы ты была счастлива. И тут другая ситуация, понимаешь. Он достаточно взрослый, несмотря на возраст. То есть вы, в принципе, мыслите реально очень похоже. Вот когда мы с ним общались, я понимала, что реально какие-то вещи вы говорите прям вот одинаково. И, ну блин, это странно всегда обращать внимание там на возраст, либо там на внешность, либо еще на какие-то такие факты. И из-за этого как-то ущемлять себя. Если ты действительно хочешь быть счастливой и хочешь просто жить и наслаждаться жизнью, то тебе нужно просто закрыть глаза на это. Это пройдет. То есть может быть будет хейт, может быть. Но если ты желаешь дальше жить и радоваться, то просто нужно сделать шаг и все. Я тоже так считаю. Ну хотя бы надо попробовать. Лучше попробовать и сделать, чем не попробовать, не делать и жалеть потом об этом. Все, говори. Ну вот, отлично. Посмотрю, как она будет разговаривать. У нее самое интересное. А я найду тебе парню в Киеве. Фига. Вот это вот. Заявочка. Да, да, да. Ладно, я шучу. Ну почему бы и нет. Заявочка отменила что-то. А ты бы хотела сейчас какие-то отношения? Да не знаю как-то. У меня до этого, я не поняла, были ли у меня отношения или нет. Я считаю до сих пор, что у меня ничего такого не было серьезного. Я до сих пор, я помню, прямой эфир проводила. И у меня спрашивают, сколько у тебя отношений было. Я говорю, ноль. А я говорю, ну там Тим что-то там был где-то. Ну короче, я не знаю. Пока я хочу... Я не понимаю, что вы были с ним вообще. Да, вообще. Мне кажется, этот человек сам найдет. Не надо там торопиться. Да, да. Это... Как бы не особо имеет смысл лично для меня. А ты, Настя, хочешь отношения? Нет? Не знаю. Тоже думаю, что сама придет. Не, не переживай по этому поводу в общении. Даже не паришь. Ты же понимаешь, что если я буду с ним, это много... Ну, насри, будут, ну как бы, плакать. Не, насри, это нормально навсегда. Я думаю, что... Неважно, никто нас не разлучит все равно. Я очень-очень переживаю, что же будет дальше. Я думаю, что все будет хорошо. Каждый имеет право на счастье, поэтому... Должно быть все. Как мне мои подписчики, любимые, говорят. Главное, чтобы она была счастливей. Андрей, можешь бочку помить? Да, у меня почему-то очень жестко фигачит. Потому что ты стоишь там. Нормально все, не переживай. У меня пики, пики сплошные. А, это из-за этого. Пойдемте кушать. Жесть. Я сейчас, да, подойду. Смотри, сейчас просто... У тебя в ушах бочка живая. У меня в зале живая, и еще ее я триганул. Пойдемте. Сейчас все, я сейчас себя бить не буду просто уже. Сейчас просто я подойду в бочке, и я послушаю какой-нибудь. Так как, когда ты пришел снова к нам, и мы с тобой самой первой сдружились, я тебя реально считаю типа другом. Вот. И... Может даже больше, чем другом иногда. Поэтому я хотел именно с тобой посоветоваться, так как ты тоже пацан. Вот. У тебя есть девушка, вы же можно спросить какие-то секретики, что ли, твои. Между нами, честно между нами. Между пацанами. Что, Андрюх? Как дела? Нормально. Наконец-то мы порепли, наконец-то. Я заправляю полный бак и завожу мотор. Что получается? Это наша первая репетиция. Когда? После моего концерта. Ну да. Я помню, как мы здесь до шести утра сидели всю ночь. Двенадцать до шести утра. У тебя сейчас столько сумок было, просто жесть. И мы их здесь оставили. Что это? Рассказывай, как тебе дела вообще. Нормально. Как Света? Хорошо. Ну, серьезно. Ну, хорошо, Света. Чего? Я спрашиваю, что ты, мои други, переживаешь, что у вас там? Извиняюсь на переживаниях дружеских. Да, нормально, Света, хорошо все с ней. Ссоришься там с ней, пощущенности дает. Это жесть была. Я так забавно, что в сфере попало. Да. Ну, нормально сейчас все, короче. А. Не знаю. Тебе даже понравилось? А. Да нет. Я сто... О, боже. Я сто... Да ладно, дружище, я видел, когда я смотрю. Я миллиард триста пятьдесят тысяч двадцать пять восемь миллионов с половиной раз. И один еще сказал, что нет. Потому что я просто подошел познакомиться, сколько мне еще нужно это рассказать. Да нет, просто всегда, когда новые люди приходили к нам иксов, все очень радушно их встречали. И просто многие смущаются. А Даша сейчас сама по себе стеснительная такая. Я подумал, что ей нужно, наоборот, просто как бы, типа, йоу, Даша, мы с тобой и все такое. Короче, что это? Я к чему подошел и хотел сказать. А никаких комментариев то есть не будет. Ну, ладно. Спасибо и на этом. Я просто... Я понимаю, типа, я знаю, что ты, типа, Света любишь и так далее. Просто сейчас хочу очень важную сказать тему. Не знаю... Ты гей. Братан, без... Ну, ладно. Я сейчас пытаюсь настроиться. Хочу сказать просто очень важную тему. Не знаю, правильно это или нет, я не уверен, но в последнее время я начал что-то необычное чувствовать к Маше. И это начиналось очень давно. К помощнице? К Морисе. Это начиналось очень давно еще с момента, как я приехал в дом. Он постоянно мне помогал, мы с ней постоянно тусили, она улыбалась. Просто я, ну, был всегда с ней рядом. И еще этот клип обратно в школу, я помню ее вот эти горящие глаза, которые она насмотрела. Не знаю, может, это все странно, я не уверен, но... Это как минимум странно. Как минимум странно. Я не говорю про максимум. Да, я понимаю. Ну, окей, это пранк. Посмеялись и хватит. Ну, серьезно, какая Маша, ты чего, о чем ты? Ну, бывает так. Но мне... Подожди, серьезно, без приколов вообще? Без приколов. Просто... Мне всегда казалось, что, возможно, никогда это не получится реально в жизни. И она просто очень классная. И сейчас ее очень одиноко, я хотел бы быть с ней рядом больше и помогать, поддерживать ее даже больше. Ну... А Гера? И... Ну, ему... Ну, ему хотя сейчас вообще с ней очень норм, я так скажу. Потому что я с ними живу и им сейчас вполне норм. Мне кажется, ему даже пофиг будет. Ты не волнуешься насчет этого? Честно, я не знаю, что сейчас в моей голове. Просто я... Ну, я давно об этом думаю, никому об этом не говорил, так как ты мой друг сейчас. Мы с тобой здесь остались наедине. Я просто хотел сказать, реально... Ну... Для меня это очень важно. Мне важна чья-то хоть поддержка сейчас. Потому что мне сложно. Я тоже никому не могу об этом сказать. Потому что я подумал, что это как-то странно. Просто я не могу смотреть на человека, который... Ну... Можно сказать... Был все время с самого начала со мной. И всегда поддерживал меня. Тихо, не плачь. Че осталось? Нормально? Да нет, я... Ну, я искренне очень сильно говорю просто. Я понимаю, мне это важно. Только... Давай без этих. Вот. Мне Маши очень сильно нравится. Не знаю, как я об этом сказать, как я это сделать. Че... Короче, вот... Можешь что-то сказать? Как вдруг? Серьезно, без всякой фин... Не важно на посторонние. Окей, окей, нет... Я думаю, что... тебе нужно попробовать убивать. Честно. Серьезно. Братан, я говорю, что Гере сейчас вообще пофиг. Типа, прошло уже достаточно много времени, и Маша сейчас одна, и она живет одна. И после того, она 7 лет встречалась с Герой, жила в боем, сейчас осталась одна. И мне кажется, это просто, ну вот, если ты хочешь подходить к девушке, это идеально. Давай, друг, давай. Я серьезно. Только аккуратно. Чувак, только аккуратно. Я думаю, что... Я, Маш, не обижу. Ну, да. Ну, если что, это идеально, мы на эту картинку селки. Вот если вот... Да если что, ты смогу к тебе когда-нибудь посоветоваться, подойти? Ну, просто как к другу. Как к другу? Конечно. Пойдем, есть, спасибо, дружище. Давайте, Маша, все получится. Обувайся, пойдем. Давай, заводить мотор будем. Давай. Спасибо тебе именно хочу сказать за то, что дал какую-то уверенность сделать первый шаг именно в нужный момент. Это чисто по-брасски. Ну, конечно, ты меня оширашил вообще в тот момент той новость. Я такой... Я мог подумать что угодно, что ты мне подойдешь, скажешь, типа, Андрея, пойдем выпьем колы там. Или, может быть, покидаем мяч в баскетбольное кольцо. И даже это было больше вероятность на то, что ты мне тогда сказал. Мне кажется, что все получится, потому что та девушка, которой ты говорил, она явно изменилась после встречи с тобой, поэтому... И в хорошую сторону. Ну, мне кажется, что она такая веселая стала. Это бы, я думаю, возможно, процентов три за ней получилось без твоего совета на тот момент и уверенности в себе, потому что я очень сильно переживал. Давай, если что, обращайся, я всегда сижу за барабанами там сзади. Дуранчал. Школьник. Да давно, блин, не школьник. Блин, так круто то, что в Москве стало очень тепло. Да, вообще, как будто бы не в Москве сейчас. Я не знала, что тут можно купаться, вообще куда-то съездить, недалеко и не ближай из города. Да. Было столько репетиций, что можно и отдохнуть. Всем привет. Вы только втроем, а где все, где Ева? А всем лень было приходить. А Фаи где? Нет, не знаю. У нас скоро концерт, это... Садитесь. Слушай. А ты можешь сюда, пожалуйста? Нет, пожалуйста. А мы с Настей здесь посередине. Пожалуйста. Ну, будь другом. Давайте. Ты не сложна мне, пожалуйста. Ты настоящий друг. Эти я, пожалуй, могу оставить вам как подарок. Да у нас есть. Зачем мне есть? Возьмите свой презент. Тут так прикольно вообще, как будто где-то за границей. Как будто не в Москве. Да. Да, вообще жесть. Ну и настал тот день Икс, когда нужно было вам поговорить все-таки. И я пыталась, если честно, пыталась всех убрать, чтобы оставить вас вдвоем. Потому что... У тебя получилось? Ну да, в принципе, получилось. Это был неловкий разговор, честно тебе признаюсь. Ну, а что вы мне говорили? Мы говорили... Ну, он мне признался, что он цветы мне подарил. Все-таки, что это он был. Он признался. Ну, мы же все равно сомневались. Паря мне когда сказала, я такая думала, да не, не, может быть не он. Вот, думала, что Аба вдруг подарил. Ну, нет, это все-таки оказалось светильным. Не знаю, хорошо это или плохо, ладно. Не знаю, мне кажется, это хорошо. Да ладно, шучу, конечно, хорошо. Вот, ну, получилось как-то очень. Кстати, вы не заметили, что у меня новые волосы? Цветные. Да. Ну, я, конечно, заметила. Да, топ. Да, я знаю. Я знаю, что вы видели у меня. Ну, я вам скидывала в общий чат. Но все равно в жизни как. Прикольно. Мне кажется, это самые лучшие волосы, которые у меня были. Мне больше всего нравится. Мне кажется, у меня сейчас тоже самые лучшие волосы, которые когда-либо были. Не, не, ну честно, у меня так совпало. Я же тоже покрасился. Я рада. Спасибо. Я рад, что ты рада. Блин, так круто. Очень жарко, если честно. В Одессе я думала, что мы тоже будем загорать. Только я, конечно, никогда не загораю. Дайте мне полотенце. Я вам сейчас покажу, как я загораю. Можешь ты полотенце дать? Мне полотенце. Не, вон сзади тебя. А вот это, которое на тебе. Ты мог бы дать мне это, но ты не дал. Я поняла все, Тим. Я поняла. Вот как загорает Мари Сен, просто знайте. Отлично. Внимание, это шутка сейчас. Это не шутка, я так всегда загорала. Ну, в детстве. Я когда приезжала куда-то в Турцию, я вот так вот загорала. Ну, чтобы не сгореть, потому что я потом черная. Оно станет еще чернее, чем... Ну, сначала прикольный такой цвет, шоколадный. А потом все. Потом уже горький шоколад. Потом уже горький шоколад. Что это, как репетиция? Когда репетиция следующая, корейская? Мы уже, если честно, настолько устали, что, не знаю. Я думаю, репетиции нужны только Бинет. Почему? А Бинет на самом деле сейчас как раз на репетиции. Вот, видите, кому нужно, тот и на репетиции. А кому не нужен, те чилят у бассейна. Бинет уже свой трек, 5-й час, виратик. Повторяйте, повторяйте. Чтобы было все идеально. А вы откуда приехали вдвоем? С дома. Вы, типа, вместе живете, что ли, или что? Нет, просто она ночевала у меня. Нет, да. Мне кажется, Маш, мне кажется, Настя тебя, это, на самом деле, недолюбливает. Почему? Вот так вот. Не знаю, я вижу, какие-то взгляды бросает постоянно. На тебя, да? Нет, нет, просто вот на тебя. Почему недолюбливает? Не знаю, вот вы когда пришли вот сюда, она уже пару раз тебе что-то не то сказала. В смысле не то? Ну, что ты сказал о том, что ты про загар, она говорит, да, совсем темный становишься, что-то такое. Ну, типа, я заметил. Просто, ну, я тебе просто, ну, я тебе как вот друг говорю тебе. Маш, просто предупреждаю, просто, Маш. Просто, вот видишь? И на меня часть в горе попала, видимо. Спасибо, что я тебя освежила меня немножко. Я тебя освежила немножко, чтобы ты... А ты не хочешь покупаться, Герман? Нет, а ты? Я хочу тебя сейчас, блин, скупать. Пойдем. Меня искупать? Я что-то, ребеночек, что ли? Пойдем. У меня есть крутые очки, а еще я в Америку еду. Когда? Через два дня. Зачем? Мне сегодня предупредили, хотел сказать. Мне сегодня сказали то, что меня приглашает Too Faced в Лос-Анджелес. Офигенно. На три дня. А, да, прикольно. Передай привет от меня. Нет, Too Faced офигенно. Да, потом я сразу в Украину, поэтому я с вами не смогу дорепетировать. И как мы будем выступать в Одессе, я не знаю. Вау, это так круто, посмотри. Так у нее желтый мир, у нее теперь красный. Попробуй ее очки. А вообще офигенно. А если две? Слушайте, Даша, сейчас такой же эффект на желтых, нет? Я честно, я сначала... Он как будто вот сейчас... Мы в Lightroom'е, короче, монтируем видео. О, в Lightroom'е видео монтируем самое главное. Блин, цвет меняет. Красиво. Посмотри на небо. А там вот фиолетовое все. Офигенно. Я хочу в них сидеть. Давайте быстрее. Я тоже хочу такую. А если одеть желтые и красные? Невероятная красота. Не, ну прикольно. Надо будет потом снять небо и сделать... Жесть. Почему, если на коррекции было кому-то будет... Жесть. Это как клип какой-то. Да. Дайте, пожалуйста, мне очки. Дай. Нет, мои. Пожалуйста, Тима, передай, пожалуйста, очки. Нет, прикольно, прикольно. Я пошел поплаваю с подписчиками. Подписчики, я плавать с вами. Я тоже пойду. Кто плавать с Кейли? Я хочу водичку попробовать. Черт, подождите, а это же непроницаемые, водонепроницаемые петли. Все предусмотрено. Блин, я вообще-то загорать еще хотела. О, мой гад. Прыгай. Нет, я наверху. Боже мой. Давай, Даша. Настя, ты тоже прыгай. Я так думаю. Даша, прыгай. Я посижу здесь. Остаргните Настю, чтобы меня не будут. Даша, прыгай. Ребята, подписчики. Все дружные, Настя, у меня не год. Топим ее. Топим. Блин, на самом деле не такой теплый. Нет, нормально. Блин, вы все такие под фильтром. У тебя есть губ, да? Нет, Гер. Да, блин, у меня телефоны идут. Телефон вот не принцаем, айфон. Нет. Гер, пожалуйста. Гер, блин. Ну не надо. Дебил, кусок. Иди вон отсюда. Дурак. Может, он меня убежает. Нет, прикольная вода. Крикольная вода. Вообще, не холодно. Что? Ты улыбаешься. Нормально. Тут Настя сидит. Настя подождет. Нормально. Это в особенном выделении. Спасибо. Я всегда особенная, наверное. Я так думала. Вот как понимать? Слишком большая самоуверенная в себе или... Нет, ну просто мне кажется, что... Ну каждый человек особенный, поэтому... Это не опасается, что каждый человек самоуверенный. Просто... Неважно. Неважно. Просто эти хорошие люди. Это к чему? Просто теперь. К счастью. Чтоб я упала, и моя любовь подняла. Это мы уже так перешли сразу, да? Я думала... Ладно, давай, короче. Я пошутила. Вообще-то. Знаешь, каждый шуткий, да, я брал. Когда все были в бассейне, я уронила браслет и сказала, что кто подняет, того я люблю. Как-то так я сказала. И кто поднял? Ну, Тим был только там один, ты же всех убрала. Ну что, Машка, как там ваше свидание вслепую? Я слышал, что удача пошла? Ну, на самом деле, это такой прикольный опыт. Мы с Настей пошли. Ну, не знаю, стеснялись очень. Но прикольно. Кого тебе привела Ава? Ава. А ты? Влада, конечно. Вот, ну, вообще все прошло хорошо. Ава очень хороший парень. Вот. Ну, мы с ним чуть-чуть пообщались. Еще мне подарил кто-то недавно цветы. Не знаю. Да? Я думаю, что это... Но я долго выбирал. Ты. Я так и знала. Мне Фая намекнула. А почему мне подарил цветы? Знаешь. Просто... Это не то, что ты делишься в рассуде. Внимание. Мне казалось, что я в самом плане не помню. Да. Поэтому... Спасибо. А что ты не подписался? Тем. Потому что в этом ты и сюрприз видишь. Эй, а как ты поняла, что это я? Ну, Фая мне пришла, сказал, Андрей проболтался. Ну, мне приятно. Это самое главное. Сюрприз удался. Какие планы? В смысле, какие планы? Большие. Сегодня. Вечером? Ну, я через два дня уезжаю в Лос-Анджелес. Вот есть время. Какое? Я... Я слишком... Пострелять на ВДНХ в мишек. Как все сложно. Вот почему ты не поняла сразу, что это есть? Да ладно, я все понимаю, просто стесняюсь. Короче, у меня номер твой есть. Иногда я его взял у тебя в тот раз. Помнишь, в тот день, когда я пришел? Когда? Тогда вот в четвертом сезоне? Да, Дедка, я дейк целает. Вот, так что. Буду на связи, окей? Окей. Ну что? Хорошо. Как ты вовремя пришла? Всегда будь на чеку. Возьми, сейчас упадет. Мне нравится, Настя, такая дурочка. А что ты не плаваешь? Что не плаваешь? Не хочу. Не плаваешь. А почему нормально? А я хочу поплавать чуть-чуть. Мне тут нравится. Ну, нет, все. Давай. Я хочу поплавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу сказать официально то, что я встречаюсь с Тимуром Сорокином. Ну, так официально? Да. Просто так сказала я? Или это действительно так? В смысле? Ну, ты же знаешь, что ты, блин, начинаешь? Все уже знают. Наконец-то я свободна. Наконец-то я могу ходить нормально. Держать его за руку. Держать его за руку, держать его за руку, держать его за руку, держать его за руку. Ладно, все. Я реально очень рада за вас, если честно. Потому что это так необычно, так мило, так вообще... Ну, и наконец-то ты... Наконец-то мы с Рием Руд. Нет, ты не урод. Нет, пожалуйста. Я хотела... Ладно, Настя тоже найдет скоро свою любовь. Я вам обещаю. Я ей помогу в этом. Хорошо, договорились. А пока ты ждешь следующую серию, подписывайся на наш паблик ВК и Инстаграм. Там ты первым узнаешь самые эксклюзивные новости о всех участниках. И не забывай подписываться на канал ребят. Все ссылки в описании.